Металлург Играли, считаю, очень хороший матч И уже ребятам сказал отдельное спасибо за третий период Потому что, скажем так, не испугались выиграть И в третьем периоде очень здорово встречали противника Не скатились, скажем так Играли на победу, и не было какой-то такой, знаете, боязни И при всем этом было много у нас сегодня таких рассечений, травм Все ребята вернулись в матч, и Егор Дугин получил очень непростое повреждение во втором периоде В втором не смог, но смог выйти на третий и до конца с командой отработать Ребятам чувствуется вот этот настрой Ребятам огромное спасибо, что именно вот эту поездку против такой мощной команды Мы начали с победы и в первую очередь с хорошей игры Всем спасибо, всех с победой! Хочу поблагодарить болельщиков, что поддерживали нас до конца Жаль, конечно, что мы их не порадовали победой сегодня Но согласуюсь с Петрисом, что игра была очень хорошая Доволен самоотдачей ребят, доволен эмоциями Ребята играли с горячим сердцем Но получилось так, что торпеда забила Мы не реализовали свои моменты У нас вот такой результат Опять же будем работать, анализировать ошибки Будем добавлять, стараться добавлять в атаки Работаем дальше Алексей Дузенко, сайт Металлург Виктор Николаевич, сегодня много по разным причинам игроков не играл И по болезни, и у кого-то дисквалификация была Насколько тяжело было принимать решения И ротаться от каких-то троек, чтобы на игру вот сегодня поставить? Как бы да, было непросто Мы вызвали Артура Болтанова из нашего фарм-клуба Из высшей хоккейной лиги, он сегодня переделался в 13-м Так как у нас больше не было здоровых игроков, которых могли переодеть Но опять же, пытался менять звенья сочетания во время игры Иногда это срабатывало, иногда не совсем Но опять же, повторюсь, доволен всем Никто не опустил руки, все боролись до конца И хорошо, что мы забили один гол 6 на 5 И видно было то, что Ребята хотели выиграть Ребята хотели сравнять и ребята хотели выиграть Это самое главное Кого-то из тех, кто отсутствовал, увидел в ближайшие матчи? Яна Коваржа Яна Коваржа на следующую игру, вы увидите А так по остальным пока не могу конкретно сказать В последних матчах используете Оскара Усу в центре Это в связи с отсутствием Филиппе или вы в дальнейшем его рассматриваете как центрального нападающего? Нет, пытаюсь удлинить центральных нападающих Я пытаюсь удлинить звенья, пытаюсь сделать равномерными, равноправными все звенья И поэтому Оскара поставил в центр Но мне он больше нравится с краю, хотя он в центре неплохо смотрится И надеемся на скорейшее выздоровление Филиппе Это значительно усилит нашу команду Вопрос Мы ввели в счете дома, особенно в домашних сериях И пропускали какие-то нелепые игры Просто нужно было что-то менять Ванька вышел, выиграл И как-то мы сейчас идем дальше Но у нас, я уже говорил, два хороших вратаря И самое главное, что они оба умеют, скажем так, жить в ситуации, где Или он первый, или второй У нас нету У нас они психологически очень стабильные И особенно Ванька Лисотин Он может или играть пять подряд, или он может сидеть на лавке пять подряд И вот это очень важный момент был для нас, когда мы брали вратарскую бригаду Они умеют работать хорошо в тандеме, независимо, кто играет, кто сидит